Чем отличается аудит вашего канала от консультации и от ведения канала? Потому что многие путают и думают, что когда я делаю аудит канала, я делаю в то же время консультацию. Итак, давайте же сейчас разберем, чем аудит канала отличается от консультации и почему и когда надо заказывать аудит канала, а когда консультацию. Важно для себя понимать, что консультация не может идти без аудита канала. То есть я не могу взять вас на консультацию без аудита вашего канала, мне нужно подготовиться. То есть и очень часто бывает так, что люди приходят сначала заказывать аудит канала. То есть что-то происходит. То есть мы берем ваш канал и смотрим по тем критериям, по тем показателям, которые нам важны и нам нужны. Доступ к вашему каналу нам пока не нужен. То есть мы не просим туда в админку попасть, мы смотрим на канал глазами зрителя. То есть что увидит зритель и примерно понимаем, что увидит алгоритм ютуба на вашем канале. Выбираем ошибки и вы получаете, важно получать буквально получасовое видео, полчаса видео, где описаны хорошие места, то что вам, нам понравилось, то что не понравилось, ошибки и как их можно исправить. Это получасовое видео на основе аудита вашего канала. Все, там не будет типа такого типа «Александр, а я вот там не согласна, а давайте мне расскажите, как мне вот здесь сделать, там туда-сюда». То есть вы получили аудит, и чтобы вам было просто, то есть вы пришли и сдали анализы в очень крутую лабораторию. Вам лаборатория отдала ваши анализы, почему там, что у вас хорошо, что плохо и на этом все. Вам лаборанты не будут говорить, там, а как вот там вот. Берете эти анализы и идете к врачу. Если вы приходите к врачу без анализов, он вас по-любому отправит на анализы. То же самое в нашем случае. Когда вы приходите ко мне на консультацию, то консультация по аудиту, по каналу уже включает в себя аудит канала, потому что я, когда буду готовиться к этой консультации, я проведу аудит канала. А аудит канала у нас с нового года будет десять тысяч рублей, сейчас пока шесть, по-моему, но уже будет десять тысяч рублей аудит канала, а консультация двадцать тысяч рублей. Так вот, чтобы было проще, гораздо проще и эффективней, заказать сразу консультацию, потому что по опыту огромное количество людей имеет вопросы после аудита. И вот не надо путать, я еще раз говорю, то что, внимательно, аудит канала – это анализ вашего канала, поиск ошибок на вашем канале и протокол этих ошибок либо хороших моментов, какие-то идеи моих мыслей на основании моего опыта, на основании моей экспертизы. Все. После аудита не бывает типа так, а давайте созвонимся, а давайте там то, а давайте это. Консультация – это консультация уже воочию по зуму или по скайпу или по там, где мы видим друг друга. Опять же, мне очень нравится, когда я вижу вас, потому что очень тяжело вести часовую-двухчасовую консультацию, когда люди не показывают себя. Ну, то есть, поэтому видео должно быть. И третий очень важный момент. Если у вас после консультации возникают вопросы, у нас есть специальный тариф. Двадцать тысяч рублей – это получается четыре раза по полчаса. То есть, вы оплачиваете двадцать тысяч рублей. И потом, когда у вас возникают вопросы, вы звоните или пишите мне, говорите «Александр, у меня собралась вопросов пачка, я вам на них отвечаю». Чтобы вам было, то есть, и в течение месяца эта сумма есть. Вот такие принципы нашей работы. Но, еще раз повторяю, заказав у меня аудит, это вовсе не означает, что вы там купили меня с потрохами. Бывает же так, через там, через месяц после аудита, вы такие «А я вот еще хотела, что вы умолчите, Александр, я же вас услугу заказала». Друзья мои, я стараюсь максимально помочь вам. Сотни отзывов, видео отзывов, сотни, тысячи текстовых отзывов, на биржах, везде, 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 везде. То есть, я не побоюсь слова, что я один из топовых специалистов, кто сделал огромное, ну, наверное, самое большое количество аудитов. А что это значит? Кто такой эксперт? Эксперт – это человек, который совершил максимальное количество ошибок в узкой области. Вот я уже насмотрелся на такое количество ваших каналов и что с ними стало после этого, что могу с уверенностью называть себя экспертом. Не потому, что я себя так назвал или прошел какие-то курсы, а потому, что опыт, который не пропьешь. Я думаю, что если вы хотите получить аудит, а чем раньше вы, это как стоматолог, чем раньше вы сделаете аудит канала, чем быстрее поймете ошибки и точки роста вашего канала, тем быстрее будете расти и процветать. А уже консультация – это сэкономит вам кучу времени, нервов и денег. Ссылочка на консультацию и на аудит будет внизу. Внимание! Перед заказом консультации, либо аудита, задавайте все вопросы менеджеру. Наши девушки, которые работают менеджерами, они очень подкованы и они знают, возможно, вам и не понадобится консультация. Возможно, есть видеоролики, которые помогут вам решить тот или иной вопрос. Поэтому лучше всего, конечно, приходите на консультацию. Но консультация – это она включает в себя аудит. Но если у вас есть вопросы, там, допустим, а как, а сколько, а что я получу в итоге, задавайте эти все вопросы девушкам, которые будут с вами связаться перед консультацией. Пара-бара-бам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok